Добрый день, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня я хотела вам рассказать и поговорить о сохранении такого циточка, как гаура. И его особенности в сохранении и развитии. Так значит, смотрите, такая ситуация. Гаура растет, цветет, нас радует, потом мы ее просто домой заносим. И происходит такой процесс, то что вся наземная часть начинает просто пропадать. Я ее вот обрезала, оставив буквально, ну тут пенечек сантиметра 4-5. Все сверху, вот просто вот буквально там недели две назад, здесь в принципе ничего не было. Из-под корня, сейчас вам покажу так поближе, из-под корня пошли новые побеги. То есть многие мои покупатели говорят о том, что они не смогли сохранить гауру. То есть они по моему совету обрезали, занесли домой. Буквально там 2-3 дня видят, что ничего нету. То есть примерно в таком состоянии, сейчас вам покажу. Вот в таком состоянии стоит, ничего не растет ни вверх, ни вниз. Просто нужно немножко подождать. Гаура непровередлива в зимовке. То есть она у меня сейчас, вот сейчас вам покажу, вот она стоит на полу. Где тут, скажем так, если смотреть из балагана, то самый минимум в температуре. Смотрите, вот допустим, вот другой кустик. Более ранний, в раннем сроке был подстрижен. Вот он, видите, вот он обрез. Он даже уже пропал, все. А вот они уже пошли расти новые побеги. То есть необходимо ее обрезать, когда вы ее заносите домой. Я бы советовала сделать обязательно, потому что высота у гаура вырастает до 50 сантиметров. Чтобы все-таки куст был аккуратный, вас радовал, то я бы, конечно, советовала его формировать, как любой другой цветочек. Как видите, сильно большого тепла не надо. То есть, допустим, если у вас там есть прохладные подоконники, где там буквально ночью плюс 5, плюс 7. То есть вот, смотрите, великолепно сохраняется. Растет из-под корня. Вот еще раз вам покажу. Вот, смотрите. Не спешите выдергивать. Так что гауру неприхотливый, легко сохраняемый цветок. Я с ним уже работаю лет 5. И ровно лет 5 он у меня стоит практически на этом месте. Скажем так, на этом пятачке. И каждый год я снимаю с него достаточно черенков. Была даже такая ситуация. У меня оставалось пару ящиков. Я их обрезала, поставила прямо к стенке возле пленки. То есть, скажем так, там самый минимум по температуре. Потому что ближе к внешнему, внешнему, внешней погоде. Вот великолепно оживали. Стояли пустые стаканчики. Это был первый год. Гауру не так хорошо знали. Многие с осторожностью к ней относились и покупали. Я их описывала как бабочки. Потом уже, конечно, полюбилась. Я ее поставила, обрезала, поставила возле стенки балагана. Конечно, ничего не росло там долгое время, с месяц. А потом постепенно из-под корня начали пробиваться молодые побеги. Гауру наросла. Начала уже где-то в декабре, в конце декабря цвести. Я вам обязательно покажу и цветение, как оно у меня разрослось. И еще раз покажу черенкование вновь. Так что гауру нужно немножко иметь терпение насчет именно гауру. Именно чтобы она у нас пошлась под земли. Самое главное, полив по мере высыхания не переливать. Именно здесь сейчас слегка влажноватая земля. Так что вот такая вот непривередливая, очень отзывчивая, благодарная гаура. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного.